И душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя Святой. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы начинаем новый цикл передач «Благовест», посвященный православной иконе, тем святым образом, к которому мы с вами приходим и поклоняемся в храме. Нам, современным людям, очень тяжело понять православную икону, потому что мы привыкли считывать информацию из текстов, слов, предложений, а икона требует считывания не слов, а смыслов через цвет, свет, пространство, время, лик, жесты. Вы знаете, икона – это есть Библия для неграмотных. Папа Григорий Двоеслов говорил, что очень легко понять икону человеку, который не может читать. Но нам с вами, понимающим, что же делать, давайте разберемся и посмотрим, как понимать символ иконы. Сегодня мы хотим рассказать вам о иконе Божией Матери, Спарительнице Хлебов. Необычно для нашего уха звучит само слово «спарительница». Спарить – значит помогать, а еще наполняться. На иконе изображена та, которая помогает в жатве и получении тучного, большого урожая. Икона эта появилась на Руси около 150 лет назад. Она не относится к числу старинных, но по стилю написания, лаконичности, цветомовому решению ее можно отнести, восходящей к одному из самых древних образов Богородицу, типу оранта, молящиеся. Это один из самых перворанних христианских иконографических образов, обнаруженный еще в римских катакомбах. Богородица изображена здесь без младенца, с высоко поднятыми в молитвенном жести руками и открытыми ладонями, готовыми к принятию силы Духа Святаго. На иконе мы видим с вами Пресвятую Богородицу, сидящую на белом облаке. Белое облако есть образ Царствия Небесного. На Богородице темно-красной гематии верхняя одежда Пречистой. Темно-красной гематии символизирует собой жертвенность Богородицы, ее жертвенную любовь к нам всем людям. Вокруг головы Пречистый золотой нимб, и от него отходят золотые лучи, которые распространяются на всю икону и освещают все поле. На иконе мы видим с вами много голубого цвета. Голубой цвет есть молитвенный настрой, молитвенное отношение Пречистой к нам с вами. Одежда Богородицы, складками струящаяся и не спадающая вдоль ног, делает ее фигуру воздушной, всепроникающей. Лик Богородицы просветленный, молящийся, сосредоточенный. На иконе она босая, подчеркивающая ее земное происхождение. Ее родственность с землей подчеркивается и одинаковым цветовым решением лика, рук, ног, земли, что делает Богородицу близкой нам и нашим земным нуждам. Земля по сравнению с небом и центральным образом Богородицы занимает очень мало места, всего лишь небольшая полоска. Изображена она в виде хлебного поля, на котором идет уборка урожая. Часть уже убрана в снопы, а часть еще в поле. Столь малое место, занимаемое в иконе землею, говорит нам, что все земное во власти неба. Пресвятая Богородица чуть-чуть поднимается над землею, восседая на облаке того же цвета, что и пшеничное поле, подчеркивая нам близость пречистой к земным нуждам людей и ее желание помочь им. Первого сентября во вторник православные верующие вспоминают мученика Андрея Таврийского. Он был римским военачальником при императоре Максимиане. Во время войны Сирии святому Андрею дали титул «стратилат», то есть «главнокомандующий». Выбрав небольшой отряд, святой Андрей выступил против врага. Его подчиненные были язычниками, да и сам он тогда еще не принял крещение, но уверовал во Христа. Перед сражением святой Андрей убеждал воинов, что языческие боги – это бесы. С верою в помощь истинного Господа небольшой отряд обратил в бегство многочисленное войско персов. Когда святой Андрей вернулся из похода, то многие позавидовали его славе и донесли правителю области Антиоху о том, что святой христианин, который обратился сам к истинному Богу и еще подопечных ему воинов, тоже обратил ко Христу. Правитель области призвал святого Андрея на суд, где тот открыто исповедовал Христа. Святой Андрей и подчиненные ему воины были подвергнуты пыткам, многие из них были распяты на деревьях. Епископы Петр Инон, которые крестили воинов, погребли тело мучеников. Один из клириков, страдавший от злого духа, напился из источника и получил исцеление. Молва об этом разнеслась по окрестностям. Люди стали приходить к источнику и по молитвам святого Андрея и 2593 мучеников получали благодатную помощь от Бога. Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя Святого. Субтитры создавал DimaTorzok